МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире новоуральской вещательной кампании программа «Школа успеха». И сегодня у нас в студии педагоги новоуральской. Я вам их сейчас представлю. Это Наталья Валентиновна Томченко, директор лицея номер 56. Ее заместители Анастасия Геннадьевна Абдалова и Ольга Евгеньевна Южакова. Здравствуйте. И, конечно же, Татьяна Николаевна Аленькина, муниципальный координатор проекта «Школа Росатома». Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Николаевна, давайте начнем с вас. Вообще обозначу тему. Наши педагоги съездили во Францию. Сегодня мы с ними обсудим итоги этой замечательной поездки. Они поделятся с нами впечатлениями. А все это удалось благодаря проекту «Школа Росатома». Татьяна Николаевна, рассказывайте, что это была за поездка, какова была ее основная цель. Школа Росатома организует поездки за рубеж с целью изучения систем образования за рубежом разных стран для сетевых учреждений, сетевых школ и сетевых детских садов. И в этом году наш лицей 56 вошел в эту сеть и впервые отправился в такую зарубежную стажировку. Но с этого года есть некая особенность. Если раньше это были стажировки, то в этом году более высокий уровень проведения данного мероприятия. И теперь это называется уже не стажировка, а экспертной практикой. То есть уровень выше? Уровень выше, потому что раньше кто ездил на стажировку, наша гимназия, входящая в сеть, три года по договору, вот она ездила тоже на такие стажировки. Конечно же, они все то же самое, может быть, изучали и описывали, и вели дневник, но это не была экспертиза. Теперь получается, что три представителя нашего лицея 56, как и других городов, были разделены на три группы. И экспертная оценка шла по трем направлениям. Это экспертиза образовательной среды не только образовательного учреждения, но и всего городского пространства. Это экспертиза руководства образовательной организации и экспертиза уклада жизни в образовательной организации и экспертиза жизни в городской среде. Нам, наверное, досталось наиболее такой сложный период, потому что вся интенсивная работа и посещение образовательных организаций было в первой половине. Поэтому мы с удовольствием посещали научные центры, в которых можно было увидеть все это. Цель стажировки, как я уже сказала, это знакомство с системой образования Франции в данный момент, традиции и инновации французского образования. И, конечно же, здесь был проведен глубокий анализ сопоставимости нашей системы образования, системы образования Франции. Еще одно новшество этого года экспертного практикума, то, что нам выдали сертификаты удостоверения о том, что мы повысили свою квалификацию. Такой вот солидный сертификат на французском языке о повышении квалификации на 72 часа традиции и инновации французского системы образования во Франции. Поэтому, конечно, это была приятная неожиданность для нас, для всех. Причем было сказано, если будет вам нужно, мы переведем на русский язык и пришлем сертификаты с этими же подписями, печатями на русском языке. Поэтому, конечно, школе Росатома огромное спасибо за тот опыт, который мы приобрели, за те впечатления, эмоции, потому что именно такие моменты в жизни дают толчок к дальнейшему развитию и желанию работать и совершенствоваться, и что-то новое внедрять. Скажите, пожалуйста, в каком практикуме работали вы, и что нового у нас произойдет в лице номер 56, по примеру ваших коллег-французов? Ну, прежде всего, мы все вместе работали, вместе посещали учреждения, нас разделили на группы только в первый день, когда была возможность посетить детский сад, начальную школу, колледж. На следующий день это был и лицеид, то есть мы посмотрели все уровни образования Франции. Они, мы параллели проводили, конечно, между нашей системой и системой Франции, ну, я не скажу, чтобы один в один, чтобы это действительно полностью копировалось. Система выстроена достаточно интересно. Лично я для себя сделала такое важное открытие. Демократия – да, свобода – да, но государством и обществом, что самое главное, есть четкие ограничения. И вот эти поставленные границы нельзя пересечь и четко соблюдается всеми. И как-то нам показалось, что это достаточно гармонично. Поэтому с точки зрения управления образованием, с точки зрения управления развития, здесь много таких идей, новшеств, которые надо глубоко осмыслить. Вот так вот сразу приехали и что-то показали, что-то изменили, наверное, это не совсем правильно. Есть моменты, которые можно попробовать, но, тем не менее, нужно сделать это обдуманно. Ну, например, нам всем понравились во второй день то, что в образовательном комплексе, как они называют, ансамбль, они были очень удивлены, что у нас, ну, не удивлены, наверное, они об этом знают, что у нас начальная, основная и средняя школы – это все в одной школе. У них это четко разделено. Материнская школа, как они называют, аналог нашему детскому садику – это уже школа. У них тоже новшества. Теперь с трех лет все обязаны посещать материнскую школу отдельно. Далее идет… То есть для понимания, это отдельно стоящее здание, да, в разных местах? Да, отдельный руководитель. Даже не одно здание, а комплекс зданий и своя территория достаточно большая. Аналог нашему начальному образованию – отдельное учреждение с отдельным директором, с отдельным педагогическим коллективом, составом. Значит, колледжи, прототип нашей основной школы – это тоже отдельный директор. То есть это шестого по девятый класс, да? Для понимания. Для понимания, да. Десять-одиннадцать, и плюс там есть еще структура – это тоже отдельный лицей, учреждение, где отдельный директор, педагогический состав и так далее. Ансамбль, как в российской школе, допускается. Вы были в таком учреждении, но там отдельные, есть, конечно, тоже такие структуры достаточно обширные. Но вот тут тоже есть рациональное звено. Но это вот так по организации несколько слов. Ольга Евгеньевна, давайте продолжим. Какие у вас впечатления, что вас поразило? Я курирую вопросы среднего общего образования, но в первый день мне удалось, посчастливилось побывать в школе, в начальной школе, вот как говорила Наталья Валентиновна, это отдельно стоящее здание, в котором обучается 160 детей, то есть возраста с 6 до 10 лет, со своим директором и педагогическим составом. Обучение у них осуществляется до 12 часов, потом идет большой перерыв, и дальше у них снова они возвращаются в школьную жизнь. И посчастливилось нам побывать в классе разновозрастном, то есть у них идет категория не как у нас 1, 2, 3, 4, а название C, E, C, P, C, M. И внутри класса два разновозрастных коллектива, дети 7 лет и 8 лет. И классная комната таким образом организована, что нет отдельного гардероба, дети раздеваются либо на крючках рядом, либо вот прямо на стул развешивают одежду, все перемены проходят на свежем воздухе, обязательно развенел звонок, все выходят на улицу, и у них активная перемена, то есть вся школа, большой зал, аниматоры присоединяются, то есть кроме учителя, преподающего в этом классе, присоединяются еще специальные люди, помощники, педагогов, аниматоры, которые развлекают детей, перемены 15-20 минут. То есть смена деятельности, да? Да, то есть активная такая жизнь у детей. И сам урок, несмотря на то, что есть образовательные программы, единые государственные образовательные программы, но учитель вправе осуществлять образовательную деятельность в соответствии, как он считает нужным. То есть главная цель – это образовательный результат, и внутри урока не было такого прям последовательного, то есть расписание устанавливает себе учитель сам. То есть по предметам он устанавливает сам или по количеству часов, сколько он будет в день работать? Нет, количество часов у них единое у всех, но вот распределение предметов, как они чередуются, но этот прием только в начальной школе, то есть когда мы были уже в колледже, там у них другое расписание, другая система, тоже чередуется, у них там красная неделя, синяя неделя. Но вот если о маленьких говорить, то здесь же был урок и французского языка, потом сочетание здесь и урок чтения включился, и урок пения. То есть на одном уроке они попели, поговорили по-французски, почитали, да? Учитель идет от ребенка. То, к чему мы стремимся, и то, что у них есть на самом деле. Если учитель чувствует, что, например, они эту тему не освоили за один час, за один академический час урок, он ее продолжает, эту тему. И пока вот он не доведет до конца, он не переключится на что-то другое. То есть все зависит от того, как воспринимают дети. Быстрее, медленнее. То есть у них нет такого, что вот на тему уравнения только два часа. Такого нет. Общее количество часов есть, а внутри этих часов уже учитель сам. Это же хороший подход, да, с одной стороны, чтобы все все уже усвоили и пошли дальше. Здесь высокий уровень личной ответственности педагога, достижения тех образовательных результатов, которые заложены в государственной программе. А внутри, то есть учителя никто не контролирует. То есть вот таких какой-то системы отчетности, конечно же, здесь нет. И порадовало, что учителем начальных классов был мужчина. И учитель ведет абсолютно все предметы, там математику, французские, чтение, история, пение, физкультура в том числе, два часа в неделю у них тоже есть. И это все ведет один учитель. Еще здесь какая особенность? Если у нас в российской школе учитель начальных классов берет и продолжает обучение на всем уровне образования начального, то здесь каждый год у них меняется. Анастасия Геннадьевна, в каких школах вы побывали, на каких уроках, что вас поразило, удивило? Рассказывайте. Ну, я тоже была в начальной школе, в другой, как бы это комплекс, рядом стоящие здания, детский сад, школа. Смотрели урок математики. Очень понравилось то, что в принципе тот деятельностный подход, который мы осваиваем, у них тоже как бы есть. То есть дети самостоятельно изучали тему, пытались найти алгоритм решения задачи, сложные задачи. То есть я спросила у наших учителей начальной школы, то есть задачи, ну, как бы наши дети в начальной школе более простые делают. То есть это из пятого примерно класса. То есть дальше проверяли себя по этому алгоритму. То есть то, что в принципе внедряем мы. Очень, например, понравилось, что дети пишут в начальной школе многие не в тетрадях, а на дощечках, флипчатах таких, чтобы показать учителю, как бы и сами контролируют процесс вот этого получения результата, насколько он правильно сделал. Он ставит там какие-то значочки себе, что-то смотрит. То есть самоорганизация уже есть в начальной школе. И еще очень понравилось тоже в начальной школе, в детском саду, такой комплексный подход к изучению многих тем. Ну вот, в частности, в детском саду это было на примере книги «Маленький принц». А в школе я посмотрела учебник математики. То есть получается, предположим, в учебнике математики сразу заложена карта Франции. Расстояние дети изучают с привязкой к конкретной местности, к конкретным городам. То есть задач там про Васю, Петю абстрактных нет. То есть дети очень комплексно смотрят. То есть метапредметность, да, такая? Межпредметность, межпредметность поддерживается. В детском саду рассказывали коллеги, тоже очень интересно. То есть на книге «Маленький принц» они изучили вселенную, животных, рисунки, значит, сам текст посмотрели, да. То есть научились там понятие дружбы и так далее. И вот все эти продукты, они размещены в рамках одного пространства. То есть и планеты висят, и животные сразу видно, как бы, и очень большие плакаты, которые сами дети делают, то есть ничего не распечатывают. И родители там не привлекаются очень сильно к образовательному процессу, что надо поделку там сделать. Это нет. То есть дети делают здесь, все и сейчас. Ну, домашнее задание-то им задают? Родители сказали, задают, но дети быстро делают. То есть мы имели... У них нет проблем с домашним заданием. Мы встречались и с мамами русскоязычными, которые приехали в свое время из нашей страны, и у них есть опыт сравнения нашей школы и французской. И две из них оказались бывшими педагогами здесь, в России. Мы еще не сказали, что в среду у них укороченный день. А у некоторых и вообще? Да, кстати, вот интересный вопрос. У нас есть и невка, например, в школах, то есть там сколько дней? Пять с половиной. Получается, да, получается, что дошкольное образование, которое с сентября будет обязательным с трех лет, и начальная школа по средам отдыхают. Все остальные в среду учатся до 12. В субботу выходной. И вот уже Наталья Валентиновна сказала, есть досуговый центр, который работает по средам, и по субботам, и в каникулярное время. Учатся они тоже, по-моему, сказали, семь недель учатся и каникулы. Семь недель учатся и каникулы. Летом каникулы два месяца. Это июль-август. Весь июнь они учатся. Но вот при этом щадящий, так можно сказать. Ну, то есть месяц, который у нас дети в России третий отдыхают, они его вот таким образом расписывают, получается, да, за счет вот полдня в среду обучения. Ну, это не совсем так, там немножко по-разному. Но учебный, в общем-то, план у них тот же 36 рабочих недель. Обеденный перерыв. В одних школах час, в других два, вот мы увидели. И до полпятого дети в школы, да, до 16. Ну, и за счет этого они, наверное, и домашние задания, да, успевают. Ну, как раньше у нас была некая продленка, да, если так по-старому говорить. Некая аналогия, да. Ну, и надо сказать, что в этом году на стажировке действительно было очень интересно, потому что посмотрели все уровни от дошкольного до высшего образования. Презентации большие. Мы встречались в департаменте образования с самым главным министром образования. И было очень интересно, потому что очень просто общается. Время у него было ограничено, конечно, но общался очень просто. А все детали уже дальше рассказывали его подчиненные директора. И когда с директорами разговаривали, вот насколько они уважительны. То есть, ну, раз страна маленькая, город маленький, департамент небольшой, департамент, да, Шер, он на несколько муниципалитетов, не только вот на Бурж, они все очень тесно взаимодействуют. И вот директора с каким уважением говорили о директоре этого департамента. И все время ссылались на него. Было очень интересно. Посмотрели очень много, и нам дали возможность прожить с детьми день. То есть мы проживали в разных ситуациях. Я была в садике, я была в школе, в средней школе. В садике очень интересно. Вот та среда, которая есть, в садик, в который мы ходили, она похожа на нашу. И мне очень понравилось, как работают в садике педагоги. Есть основной педагог-воспитатель, есть помощник. Но помощник не тот, который моет полы, как у нас это принято, а помощник, который работает в помощь воспитателю. Дети разделены были на группы, каждая группа выполняла свои задания. Причем смена деятельности очень ненавязчивая, очень быстрая, очень спокойная, без лишних слов. И получается, что помощник, ну, воспитатель, например, брала на себя самое трудное задание, какую-то самую сложную группу. Помощник проводила занятия с детьми в той группе, в которой, ну, может быть, проще работать, может быть, при этом советовалась с воспитателем. И я, как я поняла из разговора с французами, потому что переводчика у меня в тот момент не было, дети, выполнив вот это задание, на следующий день группы менялись. Но и во время этого дня группы тоже перемешивались и смешивались. Какие-то группы присоединялись к другим. Очень понравилось отношение к чтению. Я думаю, согласятся все коллеги со мной. Библиотеки есть везде. В детском саду шикарнейшие библиотеки, обустроенные таким образом, что ребенок может работать в коллективе, группой, он может работать индивидуально, он может работать сидя, лежа, стоя, как ему нравится, как ему удобно. И в некоторых школах есть прям введен, введены 10 минутки чтения, когда после обеда 10 минут обязательно читают все, и дети, и сотрудники. Да, вот необычное... А читают что? Что хотят? Что хотят. Мы посмотрели, конечно, многие дети читают и комиксы, не обязательно книги, но прививают чтение все-таки, вот хотя бы поход в библиотеку. Надо сказать, что мы в библиотеках тоже были. Шикарный медиа-центр в Бурже, и что поражает это количество людей в библиотеке, которые приходили не просто с пакетами, а приходили с тележками, выгружали книги, забирали книги. Конечно, поразило то, как много в музеях, в библиотеках... Роль семьи. Роль семьи. Очень много семей с детьми, и групп детских, и в выходные дни, когда они в эти исторические места выходят, и как уже сказала Анастасия Геннадьевна, и там комплексный подход тоже у них в изучении тем проходит. То есть вот это очень интересно, еще интересный момент, это вот государственно-частное партнерство, как у них там организовано. С одной стороны, родители платят за школу, за детский сад, с другой стороны, государство оплачивает труд учителей. И оплата родительская тоже очень дифференцированная. Чем меньше у тебя доход, тем меньше ты платишь. Да. То есть нет такого, да? Идти до 90 евро в месяц. То есть такого нет, что чем престижнее школа там или лицей, например, тем плата выше. Нет, однозначно. Это не ими установлено. Это на уровне государства решено. И везде одинаково. Но знаете, еще что удивило? Вот чтобы не показалось нашим зрителям, что уж все так прекрасно, все вот прямо ради ребенка. Наверное, все знают, что там нет формы. И никто не регламентирует твою прическу. Да. Но тем не менее... Но при этом никто не красится. Да. Никаких вот цветных волос там мы не увидели. Это тоже запрет. Украшений особых мы не увидели. Ну и, конечно, всем нам понравилось, что там запрещены гаджеты и сотовые телефоны до 15 лет. У детей вообще их нет. То есть у маленьких в начальной школе вообще нет? Вообще нет. То есть это решено на федеральном уровне, законодательно. Ну и мы задали каверзный вопрос директору этого учреждения и спросили, а все ли заканчивают, допустим, колледж? На что нам ответили нет. Около 75 и так далее процентов. При этом ни один учитель не повысит голоса. Вообще даже не повысит. И ребенок свободно на уроке может встать, пойти, сделать то, что вот необходимо в данный момент. То есть удивительно. Ну, обменивались опытом, например, ваши зарубежные коллеги. Удивлялись, может быть, каким-то нюансом в нашем образовании. Может быть, их что-то поражало, им нравилось или не нравилось. Больше всего их поразила нагрузка наших учителей. То есть с учетом как бы вообще общих количеств часов, еще классное руководство, внеурочная деятельность и так далее. То есть у них четко разделено учитель – это учитель. Он ведет 18, ну, максимум 20 часов. Он может быть еще участником проекта. То есть у них проектное образование тоже очень поддерживается. Учителя ведут проект. Все. Больше не ведет учитель ничего. В начальной школе есть учителя, педагоги, закрепленные за классами, как бы аналог нашего классного руководства. Вот в пятых, там, в девятых классах, в лицее уже. Там есть такая структура, которая называется «школьная жизнь». И она, по сути дела, выполняет функции классного руководителя, но уже на большой объем детей. Четкое разделение труда и обязанностей. Да, и даже по тому, как заканчивают они высшее образование, то есть учителей нанимают государство, то есть директор не знает, кто придет к нему работать. Если у него есть потребность, он выдает потребность, и государство на уровне департамента ему нанимают работников. И нанимают их тоже по результатам педагогических экзаменов. Тьютеры есть на уроках, это мы тоже видели, когда дети с особыми возможностями здоровья. В каждом классе сидел такой ребенок. В каждом классе есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Рядом с ним есть помощник, тьютер, который сидит и какие-то моменты разъясняет, помогает. Вот в начальной школе вообще два таких ребенка было. То есть причем педагог сказал, что на всю школу шесть таких детей, а именно в его классе два человека. Причем для них нет каких-то особых условий, в плане того, что если все дети обязаны выйти на перемену, то эти дети, которые на Костылях в том числе. Татьяна Николаевна, давайте, наверное, подытожим. Скажите, пожалуйста, что дает нашим педагогам, учительскому сообществу, руководителям образовательных учреждений вот такая возможность погрузиться в иностранную образовательную среду? Это все-таки вот тот анализ, который проводят, и сравнение, что есть хорошего у нас, это возможность погордиться за нашу систему образования, потому что все-таки она у нас лучшая, как мы все считаем. Нам она нравится, мы в ней живем, мы в ней работаем. И действительно... Даже наши педагоги так много могут совмещать и делать качественно, да? И действительно есть чему гордиться и что предъявлять всему сообществу, не только России, но и за рубежом. И, конечно же, это возможность посмотреть, что есть лучшего в тех школах, в тех образовательных организациях, которые есть за рубежом, и привнести что-то в свою школу, что-то новое, что-то интересное. Дорогие гости, давайте все-таки вот заканчивая наш разговор, коротко, может быть, так проанонсируем, какие-то конкретные вещи, какие-то конкретные мероприятия, которые, быть может, возьмете на заметку. Посмотрев на себя со стороны, после того, как увидев французский опыт, многое можно переосмыслить. Конечно, мы уже написали программу развития как раз в этом году на следующие три года, но ее можно подкорректировать. Служба «Школьная жизнь». Интересная идея. Я думаю, она всем понравится. Вот она именно так и называется. «Школьная жизнь». Вот это было удивительно. Внешне мы подумали тоже, что интересного, какую идею мы у них возьмем. Ну, конечно, задумались о чтении, безусловно. Я для себя решила, что мы всегда об этом знали, мы всегда об этом помнили. Но это вот еще один внешний толчок. Нужно серьезно подумать о хорошей медиатеке в учреждении. Достаточно много открытых пространств у них. Мы, конечно, тоже запланировали себе организацию зоны open space. И еще раз, да, побывав во Франции, если у ребенка появилось свободное время, то он находится в этой зоне. И причем в этой зоне всегда есть опять помощник педагога, который следит за ребенком. Ребенок никогда не находится один. У каждого ребенка, это мы уже говорим как раз вот о частной школе, которая частногосударственная школа, у каждого ребенка есть планшет. И там закачаны все учебные пособия, учебники. И непосредственно никаких других приложений там нет. Только вот именно все, что связано с учебной деятельностью. И дети могут в этих открытых пространствах заниматься со своими планшетами. Не представляю, как это вообще в нашу школу внедрить. 20-ти балльная система оценивания результатов детей. То есть вот у нас как бы 5 баллов, и как у учителя вот на наших рефлексеях, мы все сказали, то есть 5 – это 5, да. А у них на 5 целых 4 отметки. Причем можно поставить даже там 16-83. То есть чтобы ребенок видел свой прогресс вот этот вот. И то, что очень много здесь и сейчас делается детьми вот этих мини-проектов на уроке, они сразу же демонстрируются всему сообществу. То есть вот изучали, не знаю, подсолнухи, тут же нарисовали, сделали, и все это сразу размещается. То есть поменьше включения домашних заданий творческих, чтобы дети из дома не приносили готовые подделки. Ну вот мы с Татьяной Николаевной очень часто проговорим, конкурсы и прочие события должны быть здесь и сейчас, показывать продукты деятельности детей. И постоянно к этим продуктам ребенок может обращаться. Еще что понравилось, это, наверное, то, что у них очень много в среде, когда ребенок сравнивает сам себя с собой. Ну вот это очень важно, да, и для психологического комфорта человека, что не с другими, а сам к себе прирастаешь. Да, никогда нет сравнения с другими детьми, только сравнение с собой. У них воспитывается уже ответственность за свое образование, начиная с детского сада таким образом. И пусть работы там очень интересны. Немного косые, немного кривые, и не так хорошо выглядят, но зато это его труд, и выставляются все работы. Еще знаете, что, наверное, поразило? То, что у них изобразительному искусству уделяется огромнейшее внимание. В детском саду у них, например, картины, не сами картины, а репродукции картин Кандинского, Ван Гога были. Много-много разных картин, по которым они даже изучают математику. И вообще у них в среде очень много в доступности для детей различных изобразительных средств, когда дети могут в свободном доступе взять, рисовать фломастерами, карандашами, красками, чем угодно. Вот французы считают, что именно изобразительное творчество ведет к развитию ребенка. И именно изобразительное творчество является основой дальнейшего развития его, становления его как личности и сформированности всех его лучших качеств. Мы видим, что действительно съездили очень продуктивно, очень интересно, интересно, обменялись опытом, переняли, рассказали о нашем, да, и действительно есть нам, чем гордиться в нашем новоуральском и российском образовании. Дорогие гости, желаем вам успехов в реализации всех ваших замыслов и идей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин